Родителей сочинских школьников сегодня принимали в 8-й гимназии. Именно эту школу выбрали пунктом для проведения ЕГЭ для мам и пап. Акция всероссийская, ежегодная. В Сочи родители примеряют роль выпускников уже третий год подряд. Небольшой инструктаж и линейка перед экзаменом. Все, как у детей во время ЕГЭ. Да и сам пункт оборудован в строгом соответствии. Все требования по проведению экзамена выдержаны, подготовлены аудитория. Распечатка будет кимов осуществляться непосредственно в аудитории. Назначены организаторы, руководитель пункта. То есть вся процедура будет аналогична настоящему ЕГЭ. Ирина Лукашева и сама села за парту вместе с полусотней мам и пап. За итоги экзамена нисколько не волнуется. По специальности она филолог. А вообще родители сегодня смогли сдать по выбору русский язык или математику. Главная цель такого добровольного тестирования – не показать высокие баллы, а возможность познакомиться с процедурой проведения ЕГЭ изнутри. Уникальным шансом воспользовалась и Ольга Филатова. Призналась – волнуется. К экзамену готовилась накануне вместе с дочерью. Волнение, конечно, есть. Все реально. Я наблюдательна была в прошлом году на ЕГЭ. Поэтому я немножко со стороны наблюдала. Теперь сама немножко побуду в этой атмосфере. Мы все знаем, что для детей это очень сложный процесс. Они все волнуются, нервничают. Хочется их как-то успокоить. Тесты родители писали в упрощенной версии. На ответы всего 30 минут. Для сравнения, экзамен школьников в зависимости от предмета длится до 4 часов. Результаты ЕГЭ взрослые узнают уже завтра. Как показывает практика прошлых лет, родители с заданием справляются. Преодолевают порог успешности. Инга Габешия, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.